Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вдруг найдёшь, что полезное. Готов, Артём? За мной. Ну всё, давай наверх. Так-так, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Был его ты долго не програнишь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. А вот и стражи. Пожаловали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай-ка наляжем. Тянем-потянем. 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 Готов? Тя-а-а-а-нем. Тянем-потянем. 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 Группа выдвинулась. Прием. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий стенд связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Спокойно. Спиду! Спиду берегите! Следеть, пожалуй, придется пороще, чем приближение. Черт! Огонь! Держать! Ру! Компания. Геоман. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Артём, проснулся наконец К нам скоро придёт Хантер У него-то всегда самые свежие новости с других станций Вставай, тебе тоже будет интересно послушать Пойдём, Артём, пойдём Дерьмо, свиньи, витамины Я не через такое прошёл Я этого не боюсь Саша! Ну что ты хочешь сделать с чёрным? Этой станции не долго осталось, если нападения чёрных не прекратятся Мы должны что-то сделать Да что ещё мы можем сделать? Давай послушаем Хантер Серёжа! Серёженька, моего никто не видел Серёжа! Привет, Артём Споживайся Прошлой ночью они снова напали на наш дезон Мам, а, мам А долго нам ещё ждать? Пойдём, Артём, пойдём Лёша Лёша, пожалуйста, что же делать теперь? Пётр Где ты, Лёша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство А, извините, не узнал Отвали от него Не видишь, он рая Проходите, товарищ сухой Здорово, Артём Как ранены Никаких улучшений Этим утром ещё двое скончались Чёрные убивают не сразу Но они словно разрывают нам мозг Душу рвут Люди сходят с ума И умирают Как у меня есть Добраться Добраться Погоди Не выходит Нет, нет, проваливайте Не трожьте меня Какого чёрта? Кто это может быть? Это Хантер Всё в порядке Не стучаться Давай, открывай Чёртовы ворота Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер Спасибо А теперь закройте ворота Давно не виделись, Хантер Рад видеть тебя, Саша Здравствуй, Артём Ну, Хантер Какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка Да всё как обычно Все говорят только о вашей станции Этих Ваших мутантах Артём Я тут прикупил древние открытки С видами Нью-Йорка Держи Это не просто мутанты Поверь мне Это что-то новое Что за дьяволь Что-то Страшное Чёрные, да? К чёрту детали У нас в Ордене заведено так Врагов надо истреблять Чёрные убивают Кто-то проник в главную вентиляционную шахту Они идут сверху Что, чёрт, подери Только этого не хватало Чёрт, уже за стенкой наша больница Кирилл, бери своих, закрывай туннель Саныч, мы остаёмся В этом зале Согласен Артём, бери оружие Здесь Чёрт, где же они вылезут? Они придут сюда Больница рядом Запах крови ЛES ТАТОРЖЕНИЕ Через Береж�� Качер Очень Но Артём, с тобой всё нормально? Конечно, этот-то не пропадёт. Какие же это чёрные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь чёрных вокруг, они всё равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружия. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Чёрные не просто мутанты. Это хомоноус, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, гомоноусов. Пойди, глянь. У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпадаешь. Чёрный напарень, внешний блокпост уничтожен. Добро пожаловать в ад. Не могу. Не могу. Добраться. Добраться. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты об меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, вы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Гришской уходил караван. Караванщик набирал охранников. И я завербовался. Наконец-то! Ты, блин, в своём обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьё вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стос, перевертация, бабушка, здорово! Вот стос, перевертация, кушает компот! Вот стос, перевертация, ей мечтает снова! Вот стос, перевертация, пережит налёт! Прекрасно! Где ты вообще эту запись нашёл? Чего я терплю? Ну ладно, а что теперь давай нарисуем что-нибудь другое? Ну, например… Ага… Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить в папе и маме. Опять слышно. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Невозможно просто. Люди грязные. Засолите храги, свежие уши. Опять наш хаос. Давай, давай, сапшетину пьяной. Привет, Артём. Так, что у вас с этим новичком? Эй, Артём! Тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5,45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в две секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесёт. Армейские аптечки. На всякий пожарный. Так, теперь всё, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся. Первое время особо не высовываться. Окей? Ну, всё правильно сделали по инструкции. Можешь теперь эту инструкцию... Ты думаешь, мы доживём до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москву не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой цены. И нас тоже скоро. Я буду. Цепляр останется туда. И мы с ним виноваты. Все, готово. Теперь опускаем. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. А я бы, если такую штуковину изобрёл, точно бы свихнулся и повесился. Представь, твоё изобретение... По местам. Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Всё, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята! Вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос. На зайцем не поедешь. Придётся поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну всё. Удачи всем, кто остаётся дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики. Поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как? Готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это ещё круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далёкого детства. Мне было неловко, что я не сказал о чём всей правдой. Я не собирался возвращаться домой с Рижской. Но я не мог подвезти Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил. Но теперь туда так просто не попадёшь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А чё так? Ну, Ганза ведь всё метро соединяет своим кольцом. И станций у неё куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Перь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придётся ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Пётр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А чё у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шёл им и не понравилось мне совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на трезине, вооружены. Всё будет хорошо. Проклятье. Голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберёмся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот туннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до рискаек в три секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это с ними? Ты что? Не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? Голова. Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой сыной... Г обigns! Эти две стрельки. Эти. Эти — ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А-а-а... Что? Что происходит, да? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очни меня, Борис! А-а-а, и бесполезно. А-а-а! Боже, а-а! Стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! И вы все сдохни! А-а-а! Возьми мой дробовик! А-а-а! А-ах! А-а-а! А-а-а-а-а! На помощь! Помоги мне! Мы почти в блок поста! Вон он чуть левее! Сможи! Что тут произошло? Аааа! Он жив! Быстрее сюда! Только не огнемет! Прошу! Дайте ему шанс! И поженяй! Бежать мы ему строим! Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудища, ни аномалии нипочем. За Артема! Ну за кого нам пищи? За тебя! За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе в пару медаль дать. Медалей нет, но есть патроны. Держи. За тебя, Артем. Давай, Тенка, за тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и за Артема. Все мы рады видеть тебя. Твое здоровье. Эх, спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло-то? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мы не попасть. Такая скука торчать у них в трущобах на риск. Короче, вы вроде как прошли сквозь невидимую волну. У меня сегодня тоже праздник. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда насочек. Вы грубые солдатоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Что ты сейчас сказал? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход ни почем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну, че, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский Централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвое грустно. Искусство живет вечно. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себя. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было.